Это моя родная, любимая Яночка. Знаешь, ходит такой миф, блуждает о том, что все медики. И она вышла с заявлением. Я врач, посмотрите, вот у меня фонидоскоп. Черный пиар тоже пиар. Меняют сомнения каждый раз. Чтобы обезопасить себя, можно просто заблокировать данный номер. Привет всем! Вы смотрите шоу «Узнать за 60 секунд». Я его ведущая, меня зовут Лидия Кирова. Сегодня у нас в гостях замечательная гостья. Зовут ее Наталья Кайряк. Она не просто студентка медицинского университета, она будущая медицины. Это девушка, которая уже сейчас стремится изменить мир к лучшему. Сегодня она нам расскажет о своем пути в медицину, поделится своими историями из жизни и, возможно, даже развеет некоторые мифы о жизни и учебе будущего врача. Привет, Наташа! Да, приветствую всех! Как твои дела? Чем занимаешься в летний период? Дела, как всегда, супер, лучше всех. Лето прекрасная пора. Кто-то отдыхает в это время, а я нахожусь на практике на данный момент. Прохожу практику в нашей больнице. И на этой неделе заканчиваю как раз. А на каком ты курсе медицинского университета? Я окончила в этом году пятый курс и перешла на шестой. Это уже последний курс. А что дальше ждет тебя? Дальше меня ждет еще учеба, резидентура. А потом еще учеба. Потом еще учеба. Век живи, век учись. Любимый вопрос моих родственников, всех знакомых, родных. Сколько тебе еще осталось? У меня уже вот так вот... Нет, наверное, самый любимый вопрос. Наташа, а когда детишки? Это второй вопрос после того, сколько тебе осталось. Я обычно говорю, ну, еще много, еще есть, как бы еще есть. И все такие, ой, бедный Васька. Бедный Васька, да. Ну, он знал, на что он шел. Представьте нам, пожалуйста, наши гости сегодня. Кто тебя будет поддерживать? Это моя родная, любимая Яночка, сестра моего брата, сестра моего супруга. Просто, если ты моя сестра, моя поддержка и опоры на протяжении этих лет в медицинском, она, наверное, больше всех повидала. И наслышалась, да? И наслышалась. И даже на себе все. Ощутила. Ощутила, да. Бедная Яна. Не только Вася, а бедная. Моя поддержка и опоры. Расскажи нам, пожалуйста, почему медицина? Вот нам этот вопрос всегда задают врачи, в первую очередь, когда мы знакомимся с преподавателями. Наверное, все пошло с детства. У меня мама и бабушка, они ветеринары по специальности. Мама дальше реализовалась в другой профессии. Бабушка вот работала до самой пенсии, даже сейчас продолжает работать по вызовам. И как-то вот я росла среди уколов, шприцов, антибиотики, препараты. И я вот помню, была маленькой, просила бабушке дать мне какой-нибудь шприц. И я бежала, наполняла его водой, во все игрушки пичкала. Вот я такой доктор. Мама только успевала выносить игрушки, как бы сушиться. И вот как-то с детства это пошло. И вот уже все в семье знали, родственники, родные, что вот я буду доктором. И была вот такая мечта детства, которая, дай бог, еще дальше существует. Но сейчас ты не жалеешь о своем выборе? Нет, ни в коем случае не жалею. Конечно, были ситуации, когда, наверное, каждый студент медицинского, может даже и других специальностей, задумывался о том, может забрать документы. То есть все было хорошо до первой сессии. Все было хорошо. И помню, наш первый день мы пришли, нам поставили вот эту коробку костей, позвонков. Учите это все на латинском. Ты думаешь, господи, куда я попала? Что я тут вообще потеряла? В этот же день, и ты не понимаешь ни бе, ни ме. И все было так сказочно, радужно. Мы такие оптимисты все, в предвкушении. Белые халатики, да? О, боже, мне хотелось. Фотографии? Мне хотелось, наверное, в этом халате и в автобусе, и на улице. Я врач, посмотрите, у меня понедоскоп. Я тебя позитивляю. Ты сейчас находишься у нас в студии, в студии ТУК. Ты попала на шоу, где ты можешь прокачать свои знания в медиаграмотности. Ты вообще что-то знаешь об этом? Что такое медиаграмотность? Да, мне кажется, каждый сталкивается в этом в поседневной жизни. Тем более у каждого у нас есть соцсети. Прекрасно мы знаем, что такое буллинг, что такое вот такие понятия. То есть так или иначе как-то соприкасаемся с этим? Бегом, как бы ты примерно знаешь, что это такое. Хорошо, давай я тебе сегодня, сейчас расскажу правила игры. Они очень простые, на самом деле. На столе перед тобой лежат пять вопросов по медиаграмотности. Ответы на эти вопросы будут давать твои контакты из телефонной книги твоей. Единственная сложность в том, что ответ должен прозвучать в течение 60 секунд. Если ответ звучит верный, то ты зарабатываешь один балл. Если ответ неверный, я забираю у тебя 10 секунд. Последующий вопрос, размышление и ответ остается 50 секунд. Твоим контактам сегодня придется очень хорошо потрудиться. И заработать для тебя три балла. Столько нужно для того, чтобы ты сегодня одержала победу. Если нет, у нас с тобой будет кое-что очень интересное. Готова? Да. Яна тоже готова. Всегда готова. Поехали. Первый вопрос о медиаграмотности. Так, да, о, боже мой. Читаем. Что такое астротурфинг? Астротурфинг. Астротурфинг, да. Астротурфинг. Давай своих контактов. Интересно, пожалуйста. Что-то, имеете вообще понятие, что это такое? Астротурфинг. Астра, может, как-то связано с астрологией? Так, а мы будем звонить. Астротурфинг. 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 Так, у нас есть тут... Так, а ну где твои реснички? У нас тут есть Диана реснички. Позвони твоему мастеру по ресничкам. Если она не будет занята. Ой, я уже набрала? Ну ты, как бы, набери еще раз. Так. У вас есть 60 секунд. На громкую, да? Да, обязательно ставим. На громкую связь. Отчет идет с тех пор, как она поднимает трубку. Алло, Диан, приветик. Это Наташа Аловацкая, коряк. Приветик. У меня быстро к тебе один вопрос. Я нахожусь на шоу, и тут вопрос, что такое астротурфинг. Я прошу тебя помочь мне ответить, если есть какая-то подсказочка, воспользоваться ей. Только вот быстренько, у нас времени нет. Ой, Дашик, без понятия. Я не знаю, что ли. Может, подглядеть куда-нибудь сможешь? Я просто сейчас работаю, немного занята. Не могу подглядеть. А даже если что-нибудь на ум приходит, астротурфинг, примерно, что вы скажете? Астротурфинг? Астротурфинг. Астротурфинг? Да. Астротурфинг. Ну вот что теперь? Время идет. Это что-то с астрологией связано. Ну вот мы тоже думали. В общем, да. Значит, ты примерно не знаешь. Да, даже примерно. Да, хорошо, тогда спасибо тебе большое, легкой работы, удачного дня. Пока. Спасибо большое. Астротурфинг. Астротурфинг. Как вы думаете, зачем это вообще делается? Наверное, вот я заметила, конечно же, это проскальзывает у личностей популярных, в первую очередь, которые занимают даже какой-то пост. И много читала о том, что специально натравливают этих ботов, чтобы испортить картину этого человека. Да, ты права, есть доля правды в этом. Хорошо. А как ты думаешь, для чего это делается? Наверное, чтобы испортить у них впечатление для других людей. Хорошо. А если, например, мы говорим про ложное впечатление, но когда создается яркая, красочная картина, но она не совпадает с реальностью. То есть, если, например, мы говорим о каком-то новом продукте, который вышел, ну, допустим, вот как мы девочки, тушь, вышла тушь в продаже, да, и ее расхваливают. У нее есть крутые отзывы, очень много комментариев, репосты. Девочки ее репостят у себя в историях. Но по факту ты покупаешь эту тушь, и ты понимаешь... Маркетинг. Хорошо. А для чего? Для маркетинга, да. Также распространять продукт. Да, да. А ты что думаешь? Я думаю, что это своего рода тоже пиар, потому что черный пиар тоже пиар, то есть создавать так такую узнаваемость продукта, потому что иногда делится как хорошим, так и плохим всегда запоминается, и все равно через это проходит узнаваемость продукта. Конечно. За счет этого и увеличиваются продажи. То есть сегодня увидела ты, купила, рассказала кому-то другому, да. Но хорошие отзывы, мы всегда знаем, мы всегда все ориентируемся на отзывы, хорошие отзывы привлекают клиентов. Да, и тут и конкуренция тоже играет большую. А вот если вы натыкаетесь на пост в Инстаграм о той же туши, как понять, что это астротурфинг? Что его пиарят, вот так скажем. А на что вы бы обратили внимание? Наверное, если ты говоришь о посте, то что это пост, большое количество комментариев. Все верно. И лайков, тех же лайков. То есть репосты, я пользуюсь, мне там подошло. Очень много еще положительных комментариев тоже вводят. Вот это самое главное. О том, что всегда есть только положительные отзывы. Ну не может быть. Ну то есть кому-то подошло, кому-то не подошло. Не может быть всегда все красиво, сказочно. То есть всегда находится. Если это действительно настоящая реклама этого продукта, тогда будут оба мнения. Если это астротурфинг, тогда только положительные отзывы. Это огромное количество комментариев, лайков. И еще один такой важный факт, это то, что комментарии эти пишут люди с пустыми аккаунтами. Да. Как ты изначально сказала. Или одинаковые предложения. То есть со мной тоже пишут. Это одинаковый текст, да. Все. То есть я за вас спокойна. Если вы увидите какой-то продукт, наткнетесь в Инстаграм, вы поймете, что это астротурфинг. И возможно даже не захотите его приобретать, потому что он распиарен таким вот образом. Аналогию привели, все. Это нам не подходит. Хорошо, все. На первый вопрос мы ответили. Продолжаем с тобой дальше. Знаешь, ходит такой миф, блуждает о том, что все медики, все, кто начинает обучаться в медицинском университете, они хотят стать хирургами, терапевтами. Вот только эти специальности. Насколько это так? Да, честно говоря, я сама попала в эту гребенку. Я с детства тоже говорила, буду хирургом. Папа, нет, ни в какие ворота, никакой хирург. Ты девочка, у тебя личная жизнь должна быть. Наверное, потому что много фильмов, все-таки в главных ролях какие-то хирурги, и у тебя какое-то впечатление, что это вот такая престижная работа. Они такие вот все крутые. И вот, ну, как показала практика, даже у меня одногруппники, ну, один-два человека могут и то хотят стать хирургами, но не факт, что они ими станут. То есть все-таки меняется мнение. Все равно показывает, знаешь, что хирург там богат, вся красивая жизнь, хорошо опланирована. Мне кажется, что хирург, это очень престижно, это очень финансово обеспеченный человек. Если мы тогда заговорили все-таки про дальнейшую твою специальность, ты кем хочешь стать, каким врачом? С первого курса у меня меняют сомнения каждый раз. Я думаю, вот оно то самое, я хочу быть таким-то, таким-то специалистом. Потом уже всплывают подводные камни. И я единственное верное, что для себя учла, что везде будет тяжело, как ни крути. Везде нужно будет время, внимание, жертвовать. Многим придется это в любом случае. Главное, чтобы тебе было интересно, чтобы работа была твоим хобби, чтобы принесла тебе удовольствие. Чтобы она тебя вдохновляла. Да, деньги, я считаю, что даже я поступала, и мне говорили, вот, иди на стоматолога, там хорошо платят. Ну да, там платят, хорошо, но не всем, опять же, кто как устроится. Везде можно себя найти, можно стать хорошим специалистом, в той же гинекологии, неврологии, гастроэнтерологии. И я поняла, что деньги нельзя ставить в приоритете. В первую очередь, у тебя должно быть желание, тебе должно нравиться. И я пока вот склоняюсь, у нас была неврология цикл, мне понравилась работа с пациентами, патология нервной системы, очень понравилась. И в следующем году, вот сейчас на шестом курсе, у нас гинекология. Я тоже думаю, вот... Будешь пока еще присматриваться, да? Да, пока определенного варианта нет, я еще присматриваюсь. А пока мы перейдем ко второму вопросу по медиаграммности. Доставай, доставай. Один вопрос лучше, что другого. Что такое гринвошинг? Это связано с английским. Ну, конечно, конечно. Грин зеленый. Гринвошинг. Да, вот вы можете отталкиваться от этого, а я пока поищу. А давай позвоню твоему мужу. Как ты думаешь, он пойдет? Давай, попробуем. Если он услышит телефон, да, давай. Давай попробуем. Если нет, будем... Мы же можем перезванивать другому. Конечно, конечно. Не проблема вообще. А у тебя 0 баллов и 50 секунд. Грустно. Алло. Да. Басимничка, давай быстренько отвечу на вопрос, пожалуйста. Смотря какой. Ну, если что, там, может, подскажешь, как вы используете какой-нибудь. А вопрос, что такое гринвошинг? Еще раз. Гринвошинг. Гринвошинг? Да, да. Давай только быстренько, быстренько. С чем связано? Я у тебя спрашиваю. Помощь зала. Ну, ты блин, ну, туда-сюда. Ну, давай. Сколько времени у вас летит? Ну, уже мало, 30 секунд. Давай, 20. Ну, быстренько, Васька. Ну, ты же все знаешь. Давай, беспомощь. Гринвошинг. Васька, кажется, экологическое позиционирование компании, товаров, чтобы такое было. Ага, что-то связано с экологией, да? Да. Супер. Моя солнышко. Спасибо, Васька. Все, целую, давай. Мы вписали 50 секунд, и в целом я засчитаю вам этот балл, потому что он сказал, что это экологичное представление себя, ну, компания представляет себя экологичной, да. Ну, то есть он, конечно, не полностью ответил, но как частично, да, я вам засчитаю этот балл. Да, это Гринвошинг, это когда компания делает вид, что она заботится об экологии, то есть только делает вид, но на самом деле не делает ничего существенного для окружающей среды. Ну, он сказал слово «позиционирует себя», то есть как бы представляет себя, компания, которая заботится об экологии. Поэтому как бы я засчитаю этот балл. Когда компании или организации стараются создать впечатление о своей экологической ответственности, но на деле их действия не соответствуют заявленным стандартам, это называется Гринвошингом. Такие компании часто используют экологические лозунги, символики или заявления, не подкрепленные реальными усилиями по защите окружающей среды. Потребителям при выборе продуктов или услуг стоит обращать внимание на наличие сертификаций, поддерживать бренды с подлинной экологической стратегией и прозрачной политикой. Какие вы можете дать примеры? Ну, то есть, может, встречали... Первое, что приходит на ум, наверное, косметика. Вот то, что вот говорят, что вот тестируют, не тестируют на животных, все как полагается, но по сути, тоже там эмблемки, вот какие-то вот лягушки сейчас есть эмблемки. Да, 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 листочки, да. Да, пишут, что вот не тестируют на животных, но все равно подозрения. А вы знаете, что данные эмблемки можно проверять на специальных сайтах? Ты фотографируешь, вставляешь на этот сайт, и она тебе действительно показывает, данная картинка запатентована, есть, действительно, у нее прошла проверку, да. То есть, на продукте может быть любая картинка, какая угодно, но она не говорит о том, что она все-таки экологична. Ну, плюс составы, так можно проверять. Да, конечно. Тотографируете, есть специальные сайты, где указывают там. Сейчас это очень распространено, именно изучение состава продукта, вот какие-то... Вот часто компании просто делают ложные заявления о том, что они придерживаются экологичности, но на самом деле это неправда. Очень много слов без доказательств. То есть, они об этом говорят, но... Не обоснованно. Не обоснованно, да. То есть, их картинки не имеют подтверждения, они не используют запатентованные какие-то символы, которые действительно говорили бы о том, что они... Службы словесно. Да, это только на словах. Лозунги какие-то, да. И они отвлекают внимание, многие фирмы, бренды отвлекают внимание своим гринвошингом. То есть, например, они выпустили один товар, действительно экологичный, действительно чистый, но они его представляют, рекламируют и говорят о том, что вот, пожалуйста, вы можете проверить, это наш экологичный товар. Но они не говорят о том, что находится за другим продуктом и что выпускается помимо этого продукта. Вот на самом деле, вы встречали такие какие-то примеры еще, кроме косметики? Может быть, прям пример знаете? Да, сейчас популярны те же дезодоранты, состав изучают, там вот Кока-Кола без сахара. Вот, ты знаешь, что у Кока-Колы тоже, кстати, была проблема. Судержание, спартам, если не ошибаюсь, спартам, конечно, называется, который вызывает ротовые заболевания. А вы знаете, даже самая популярная... Вроде как бы из ДОЖ, извини, что перебил, вроде как бы думаешь, что из ДОЖ полезен для здоровья, без сахара, но читая состав, ты понимаешь, что... То еще хуже, да? Да, вреднее намного. Причем вреднее, да, действительно. Так, следующий у нас вопрос для тебя, Натали. Вот всегда мне было интересно, как считает студент Медицинского университета, что такое врачебная этика? И насколько все-таки это важно в вашей профессии? Врачебная этика, основа всех основ, это наука, это система, которая изучает нормы, принципы урегулирования отношений между врачом-пациентом, врачом-врачом, врачом-персоналом, это основа основ, да. Потому что есть у нас как неразглашение, законы и все это прочее. К тому, что залог хороших, доверительных отношений между пациентом, как я говорю, и персоналом считается врачебная этика. Нас, 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 мы изучаем это с первого курса, нас этому учат, что вы должны держать дистанцию между пациентом, ни в коем случае нельзя не навредить, не только физически, но и морально, психологически нельзя давить на пациента, нужно ему предоставить полную картину его заболевания, патологии, что у него есть, дабы не ввести в заблуждение, не навредить, и это все связано с врачебной этикой. А что ты думаешь по поводу того, что эта врачебная этика нарушается в наших больницах? Есть такое, к сожалению, встречалась лично с этим. Не знаю, не могу сказать точно, с чем это связано, но в любом случае страдают обе стороны. Знаю, элементарно взять отношения между докторами и персоналом, элементарно как относятся к медсестрам, учитывая то, что они выполняют достаточно большую часть работы. Есть врачи, которые все-таки пренебрегают отношением к персоналу, есть врачи, которые, в любом случае, как бы мы это не обсуждали или обсуждали, вводят пациентов в заблуждение в каких-то, может быть, корыстных целях. Это в любом случае все присутствует, к сожалению, на наше время, наверное, и всегда это присутствовало, но это все усугубляет. Хорошо, не будем грустно, продолжим обсуждать вопросы по медиаграмотности. Так, ой, а тут ответы представлены, надо выбрать правильный ответ. Да, тут у тебя есть варианты ответов. А я могу сама ответить или тоже надо звонить? Конечно нет. Все равно выбираешь не ты. Давай позвоним. Давай. Настюха, это кто? Ой, это моя подруга. Да, она сможет помочь, как ты думаешь? Думаю, да. Давай попробуем, позвоним. Я напоминаю, что у тебя есть 1 балл и 50 секунд. Настюх, не подведи. Она на работе, боже. Наверное, да. Все такие работающие. Алло, Настюх. Привет. Приветик. Настюх, 2 секунды, быстренько, пожалуйста. Я нашел. Здесь вопрос, на который нужно дать ответ, и мне нужна твоя помощь. В общем, слушай. Слово вишенг это. И есть понятие. Нужно выбрать одно правильное. Слово вишенг. Запомнила? Только быстренько. Это процесс создания поддельных веб-сайтов. Это техника цифровой обработки звука или это вид мошенничества? Думай. Процесс создания поддельных сайтов, техника цифровой обработки, обработка звука или мошенничество? Что же это может быть вишенг? Как ты думаешь? Мошенничество. Мошенничество? Да. Скажи подумать хорошо. Ты хорошо подумала, да? 100% инфа. Хорошо, спасибо, дорогая, большое. Хорошего тебе дня. Спасибо. Да, вы. И, к сожалению, но для меня, мы, к сожалению, вы зарабатываете один балл. Боже, какая ты сногрена. Теперь у вас был балл. Мошенни信. Мошенни Х, которые звонят или отправляют голосовые сообщения, выдающие себя за представителей банков, компаний или государственных организаций, называется вишингом. Целью злоумышленников является получение ваших личных данных или финансовой информации. Как не стать жертвой вишинга? Не торопитесь следовать инструкции, не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка. Проверьте информацию, позвонив в колл-центр банка, обратитесь в правоохранительные органы. Сохраняйте бдительность и помогайте своим близким быть осведомленными об этом виде мошенничества. Как вы думаете, как от этого защититься можно? Как обезопасить себя и своих близких? С учетом того, что у нас у всех есть родители, бабушки, дедушки, то есть мы уже как бы понимаем плюс-минус, когда нас пытаются все-таки развести. Как обезопасить и как защитить своих близких от вишинга? Я думаю, что в первую очередь нужно быть достаточно хорошо уведомленным человеком. Вот если мы берем банковское мошенничество, думаю, в первую очередь нужно спросить, как не поддаться, то есть спросить у работников банка, люди, которые знают, также потом передавать родными и близким. Кстати, самая важная информация о том, что сотрудники банка никогда не интересуются личной информацией по телефону. Они просят подойти в ближайшее отделение банка для уже информации, для предоставления информации, которая им нужна. Это вот тоже очень важный момент. Да, плюс никогда нельзя вот рассказывать про свои пароли, давать какие-то личные данные, то есть понятное дело, что если звонят с банка, нужно подойти к банку, к первому отделению ближайшему, а не давать все свои данные, все свои пароли. Это знаешь, как идет все с детства, там родители тебя учат, незнакомым дверь не открываешься, незнакомыми не разграбишься, не отвечать, это очень хороший момент. Ну, конечно, как бы в жизни такое не очень возможно, то есть мы поднимаем на незнакомые номера, но когда ты понимаешь, что это что-то не так, ты этого человека не знаешь, у тебя выпрашивают личную информацию, ты можешь, конечно, со спокойной душой бросить трубку и заблокировать данный контакт для того, чтобы не было спама, так скажем, да, то есть они продолжают звонить, чтобы обезопасить себя, можно просто заблокировать данный номер. Ну и, конечно же, знаете, еще один важный момент, если, например, звонят с каких-то других официальных организаций, сейчас это все есть в свободном доступе в интернете, можно узнать официальный номер данной организации и перезвонить с вопросом, звонили ли они, интересует ли их какая-то информация. Все, я уверена, что после этой передачи ни одна из вас, ни один ваш родственник не попадет. Мы уведомлены. Это же круто, когда мы можем понимать, как себя вести, особенно если учитывать тот факт, что мы теряемся, когда такое происходит, мы теряемся, мы не знаем, как поступить, и все-таки из-за этого и происходит большая часть все-таки... Тут еще и психология, вот Яна сильно уносит, понимает, психолог по образованию. Учусь, пока что. Я уже поняла, что у тебя есть супруг, у тебя большая семья, насколько мне известно, ну и еще один миф, который блуждаю, да, это то, что у студентов медуниверситета нет личной жизни. У тебя она есть, я так понимаю. Как ты находишь баланс? На самом деле, не буду скрывать, это тяжело дается. Первые два-три курса вообще считаются самыми тяжелыми. Я помню моменты, когда я не спала ночами, я не могла себе позволить сходить элементарно в магазин. Для меня единственным развлечением было там выбросить мусор до ближайшей мусорки, и все. Я знала, что мне нужно учить, нужно бежать домой, отзвониться родным, близким, все хорошо. И на этих выходных я не смогу приехать домой, на следующих не смогу, может быть, через две недели. Были такие моменты, на самом деле, тебе казалось, что все праздники проходят без тебя, ты упускаешь множество мгновений, элементарно это проблемы со здоровьем, недосып, психика твоя уже пошатана. И да, были такие проблемы. Спасибо большое за поддержку родным и близким. Яну сильно всегда со мной, я приду домой, она всегда, она же каждый день начинается, она открывает дверь с словами, что интересного. И я начинаю выкладывать. И это не очень помогает. Да, на самом деле, очень важно найти человека, которому ты можешь, ну, главное, чтобы это не сказывалось на ее психике потом. И все нормально, она уже обработана. Да, самое главное, чтобы потом не страдала Яна, ее нервная система. Но если тебе от этого легче и Яне нормально, то это очень здорово, потому что, действительно, чего не хватает человеку в таких ситуациях? Просто поговорить, просто высказаться, да? Да, супруг меня очень сильно поддерживает, и родители в любом случае, но именно Васька мой, он всегда, вот, он мне всегда говорит, все решаемо в этой жизни. Там, я приду, заплачу, там, что-то с экзаменом не получается, он меня успокоит, все решаемо, все сдашься, будет хорошо, потом вспомнишь, будешь смеяться, улыбаться, и все будет хорошо. Хорошо. На нынешний момент, так как он, на данный момент, на сегодняшний день, так как он часто вот находится на заработках, я как-то вот пытаюсь совмещать вот учебу, и мы там созваниваемся все время, все хорошо. Но когда ты видишь, что вот есть другие супружеские пары, там, парень и девушка, и девушка там едет к нему в гости, где бы он там ни находился, а ты понимаешь, что ты привязана. Не можешь. Не можешь поехать элементарно в ваш отпуск, вы начинаете планирование за полгода, потому что тебе нужно попасть в каникулы, не дай бог, там, ты один день пропустишь, нужно знать, что тебе нужно отработать, не оставлять эти хвосты. И в этом плане тяжеловато, и боже, когда он приезжает, я просто не хочу учиться, я ничего не хочу, я просто хочу так обниматься, лежать в обнимочку, ничего не делать, очень тяжело, перестраиваться очень тяжело. Хорошо, давай ответим на следующий вопрос по медиаграмотности. Ага, еще у нас есть, так, слушаем, форма онлайн-мошенничества, при котором злоумышленник получает доступ к чужому аккауту в социальных сетях, это сэд, фишинг, фрейпинг, смишинг. Сэд это типа грустно, да, может это как-то связано, типа фишинг. Тут есть вот Дану, староста. А, да, давай староста, давай. Напоминаю о том, что у тебя есть 2 балла и 50 секунд. Он очень умный человек, поэтому я надеюсь, что он мне поможет. Дану не подведи. Надеюсь, он поднимет трубку, потому что он сказал, что на лето он хочет отдохнуть. Алло, Дану. Алло. Дан, приветик, я к тебе быстренько, я нахожусь на одном шоу, и мне нужно ответить на вопрос, и мне нужна твоя помощь, слушаешь? Да. Так, слушай, форма онлайн-мошенничества, при котором злоумышленник получает доступ к чужому аккаунту в социальных сетях, это и варианты ответа, как в медиа. Сэд фишинг, фрейпинг, смишинг. Онлайн-мошенничество. Куда-то, в варианте. Сэд фишинг, фрейпинг, смишинг. Фрейпинг, фрейпинг. Интересно? Фишинг, а я вообще ваду, прямую карьеру. Сэд фишинг. Сэд фишинг? А мы рейп здесь, да, сэд фишинг? Прямую, прямую артрабюсию, которая сэй хакинг, да, которая сэй хакинг, да. Да, смишинг, ну, смишинг. Все, супер. На чем вы сошлись? Какой у нас вариант ответа? Мы сошлись на сэд фишинг. На сэд фишинг, да? Ну, нет. Ура, 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 ура. Возможно, не все так плохо. И, возможно, я и сегодня не проиграю еще. Это неверный ответ. А что это? Смишинг? Это фрейпинг. Фрейпинг? Фрейпинг. Мне вообще какое-то слово, даже бы не подумала. Фрейпинг – это хитроумная форма онлайн-мошенничества, при которой злоумышленники захватывают ваши аккаунты в социальных сетях и публикуют от вашего имени сообщения, которые могут разрушить вашу репутацию или использоваться для манипуляций. Чтобы защитить себя от фрейпинга, нужно использовать надежные и уникальные пароли, включить двухфакторную аутентификацию дополнительной защиты, быть бдительными и избегать открытия подозрительных ссылок или сообщений. Да, то есть вы сталкивались с таким, да? Можете рассказать какие-то примеры вообще? Вот вы встречали в интернете аккаунт, который вот был подвержен фрейпингу? Очень часто, к сожалению, на чужом горе люди зарабатывают, нужно скинуть этому человеку на здоровье, на операцию, и это очень распространено, и это очень грустно с другой стороны, потому что люди ведутся, люди на самом деле искренне хотят помочь, но понимают, что это ложь. Они встречались, да, когда вот взламывают аккаунт, выставляют, что там человек попал в аварию, да, вот контакты такие-то, такие-то, вот скидываете денежку, кто... Да, это фальшивая просьба о помощи, и, к сожалению, мошенники этим пользуются, потому что люди, эмпаты, они верят и готовы пожертвовать, отдать последнее, многие люди готовы отдать последнее для человека, которому действительно помощь нужна. Очень часто бывает так, что с этого аккаунта, да, который подвержен фрейпингу, пишутся оскорбительные комментарии под другими какими-то фотографиями у других аккаунтов, а еще размещается ложная информация, но которая, конечно, не связана, да, с просьбами о помощи, но эта информация может как-то навредить репутацию, репутацию владельца аккаунта. То есть мы сейчас живем во времена искусственного интеллекта, где поделать какую-то фотографию не проблема, но если эта фотография выходит на странице человека, с которым ты знакома, да, то есть ты как-то, ну, то есть эта информация может навредить. Как защититься от фрейпинга? Есть варианты? Замечаю часто, что сами знаменитости те же даже, вот они разглашают о том, что вот это фейк, не ведитесь и так далее. Вот это вот в первую очередь замечала, второе, наверное, все-таки проверить, если кто-то там из знакомых знает тут же ситуацию, да, информацию. Да, а как обезопасить свой аккаунт от взлома мошенника? Двойная аутентификация? Да, или плюс не привязывать к своему номеру или к своей почте, то есть создать почту, которая не будет связана с тобой просто. Да, да, потому что, как правило, у нас все взаимосвязано. Очень верно. Это, во-первых, конечно, самое простое и банальное, когда мы придумываем пароль, там пишут ненадежный пароль, то есть обязательно самое первое, это использовать надежный пароль. Желательно, чтобы он не был связан с датой вашего рождения, да, то есть придумать что-то такое, чтобы его взломать было максимально сложно. Это двухфакторная аутентификация обязательно, она предотвращает большую часть взломов в социальных сетях, и, конечно же, надо быть осторожными с фишинговыми аккаунтами. Это также взломанные аккаунты или боты, которые присылают фальшивые ссылки. Да, не переходить по ссылкам. Не переходить по ссылкам, обязательно. А поскольку после того, как ты переходишь на данную ссылку, как-то у них там высвечиваются ваши данные, и они могут взломать вашу страницу. Да, очень часто в жизни такое, конечно, случается, и у нас в городе бывали такие ситуации, но я тоже надеюсь, что люди будут более внимательными и все-таки будут видеть и понимать, и адекватно оценивать страницу и поведение человека. Человека, намерение его, да. Хорошо. Вот самый главный вопрос, который, я думаю, что интересует каждого нашего зрителя. Вас в университете специально, у вас есть какой-то предмет, где вас учат писать на разборку? Ой, боже мой. Это глобальная проблема, потому что мы каждый день работаем с врачами, с пациентами, и ты просто смотришь, и мы друг друга просим, пожалуйста, расшифруй, что здесь написано. Нет, это условия, условия, в которых ты вынужден быстро писать, успевать все, учитывая мой почерк прописной, вот эта печатная машинка. О, интересно. У меня первое время рука вот так отнималась, я как-то вот так корички-корички, дома переписывалась, и конспекты, чтобы было красивенько, чистенько, аккуратненько. Условия, в которых ты учишься. То есть это быстрый темп, да, постоянный, и за счет этого ты не можешь... Лекторанам сразу говорят преподаватели, кто не успел, извините, ваши проблемы. Там могут отдельно как бы объяснить, но в целом очень большая аудитория, большой поток студентов. Это нет возможности каждому прийти и заново продиктовать тоже предложение. То есть это уже вот на твою смекалку и на твою скорость. И поэтому условия, я думаю, что это все-таки условия. Но вы понимаете почерк друг друга или все-таки... Друга, да, мы можем понять, мы уже знаем, кто как пишет, примерно закорички какие у кого. Но именно выбрать врачей, это очень тяжело, потому что там иногда такие каракули, и мы иногда бываем с Пашей, спрашиваем сами уже врачи, и они вот так смотрят. И сами не понимают, что это написано, да? Надо вспомнить, что же я здесь писал. Не, да. Я так поняла, ты сейчас вот сказала о том, что ты переходишь на шестой курс, а далее следует какой этап у вас? Резинтура называется, да. Я вот, меня интересует то, что, ну, это всем известно, что все-таки в нашем районе дефицит врачей. Задумывалась ли ты о том, хочешь ты сюда вернуться и работать здесь, да, на благо нашего города, нашего района, или у тебя какие-то другие планы? Очень, такой вот двойный стандарт немножко хотелось бы, только потому, что здесь моя семья, здесь мои родные и близкие, мне бы очень хотелось, честно. Другая моя сторона хочет вот продвижения карьеры, хочет вот этих амбиций, чтобы не угасли во мне, я хочу вот больше, 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 где больше суеты, больше людей, больше возможностей, что, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет такого практически. Как бы, и такого опыта, который ты можешь получить в больших городах, ты здесь, к сожалению, тоже не получишь из-за отсутствия других специалистов. И потом стоит перед тобой выбор стать именно тем самым специалистом, который будет привлекать других студентов к себе. Но все-таки здесь на чаше весов карьера. Как ни круси, карьера, твой жизненный опыт. Хорошо, давай ответим на последний вопрос по медиа грамотности. Давай. Ты можешь доставать. Так, опа. Что такое дип-фейк? Где-то, как будто я это слышала. Понятие сейчас, да, дип-фейк. Что-то с неправдой точно. Что-то, да, фейковое, дип, может быть, нет, не новости какие-то, дип-карфи. Может быть, новость. А давай наберем Димони. Это кто? Димони. Димони, не приостанет. Димони. Семь, две, что ли, тебя. Если он не спит. Время позднее уже. Занятой тоже человек. Давай, Павла, я с вами. Алло. Алло, Димони. Алло. 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 Димонь, привет, это Наташа Конда. Привет, Наташа. Так, а ну быстро, пожалуйста, я нахожусь на шоу, мне нужно ответить на вопрос. Воспользуешься из подсказки, не подсказки? Что такое дип-фейк? Что-что? Что такое дип-фейк? Не знаю. Ну подумай, пожалуйста, или погляди где-нибудь, может быть, или спроси у кого-нибудь. Димонь, пожалуйста, дип-фейк. А как еще раз, дип-фейк? Дип-фейк. Десять секунд. Дип-фейк, что такое? Пожалуйста, быстренько, дип-фейк. А никто не знает, все знают, что такое календвал, распредвал, вот все механики. Мы вообще не взорваны. Ладно. Ну, не знаю, не выслать. Хотя бы предположения какие-то. Все уже не взорваны. Да, все. Ладушки. Беспонятеля. Все, работай, календвал, распредвал, колодки. Давай, удачки. Ну, я вчера полечил просики выбирать там. Хорошо, давай, пока-пока, хорошего дня. Недавно мы набрали. Человек работает. Наконец-то, наконец-то я одержала победу. Я не сейчас не вспомню, за сколько выпусков я одержала победу. Впервые. Да, Таша, пролетели мы. ДИПФЕЙК-технологии обучают искусственный интеллект на огромных объемах данных, чтобы он мог имитировать лица, голоса и движения. Это позволяет создавать убедительные, но полностью вымышленные видео. Знаете, какие-то, может, примеры сталкивались с таким в интернете? В Инстаграм, может быть, где-то на такие дипфейки? Видела социальный ролик о нейросети. Где девочка рассказывает о том... Вот девочка представлена, родители смотрят ролики, вот она уже взрослая, она там рассказывает о твоей жизни, вот как она выглядит, паспортные данные, но ты понимаешь, что это не тот ребенок, это не она. Вот социальный ролик именно о нейросети, последствия и... Да, вы знаете, тоже очень часто, конечно, страдают популярные люди, да, то есть... Кстати, да. Лица каких-то актеров, каких-то политиков, и монтируют ложными заявлениями, да, с речью, которая им не соответствует. Да, черняли, да, то есть это, ну, так скажем, фальшивые новости создаются, да, то есть это происходит манипуляция общественным мнением. Если помните, я не помню, в каком году это было, там, политик поставили его лицо, да, и слова, там были призывы насилия, что-то такое, и вот его репутация очень сильно пострадала в тот момент. Хотя на самом деле это был дипфейк, это нереальное, ненастоящее видео. И как доказать? Да, нужно доказать. Понимаете, люди, то есть сложно отличить. Не каждый человек сможет понять, мы сейчас поговорим о том, как все-таки это отличить, настоящее видео от дипфейка, то есть происходят фальшивые новости, манипуляция общественным мнением, кто-то хочет просто поразвлекаться, да, создается развлекательный контент какой-то, ну, и, конечно, тоже мошенничество. Как думаете, в каком плане тут может произойти мошенничество? Да, даже финансовое мошенничество. Например? Да, если там человек по-голосовому говорит, что он твой родственник, скинь там иную сумму денег, я верну, не знаю, что это. Все верно, да. Частью, голос, да, использую, потому что на видео еще можно как-то... Понять, что это. Да, понять, там, заметить, а вот аудио, да, и еще если просят о чем-то, что связано со здоровьем, то, понятное дело, человек не будет вслушиваться так, или, например, его знакомый выговаривает какие-то слова, он просто поверит. Или вызванивает в тот же момент, оправдает это или нет, то есть человек услышал знакомый голос, человек доверился, так и происходит. Да, это мошенничество. Как распознать, да, то есть есть все-таки кое-какие несоответствия между движениями, да, и... Да, мимикой. Слетает видео иногда. Вот сейчас был скандал с великобританской семьей. Да, вот очень хороший момент. Да, принцесса Кейт Миддлтон вышла в статье о том, что она болеет раком, и она вышла с заявлением, и было видно, как рука слетает, то есть рука не та... Кольцо. При движении рук кольцо то видно на камере, то не видно. Мимика тоже очень... Это и есть дипфейк, то есть его... Поэтому и можно различить. Я рада сообщить, что наконец-то в данном выпуске, в данном шоу победу сегодня одержала я. Наша гостья, к сожалению, будет выполнять задание, которое мы ей придумали. Задание для тебя. Рассказать какую-нибудь очень веселую историю на твоей практике, которая с тобой происходила, во время учебы, может быть, во время практики. Да, моя история. У нас каждый цикл, мы меняем локацию предметы, где у нас проходят пары. И вот старость, мой дорогой, многоуважаемый, скидывает локацию, я в ппх, бегу, у меня там сумки, халаты, сменка, мне надо успеть на пару. И я бегу, и я понимаю, что я вижу вокруг себя людей, родителей с детскими подделками, там, пластилины, подделки. И я все равно, я знаю, что у меня карта мне показывает, мне надо идти, я бегу, 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 и тут какой-то тупик, и выходит женщина и спрашивает меня, девушка, вы вот куда вы несетесь? Я говорю, у меня пневмология, у меня пациенты, мне нужно идти на пару, вот извините там. Я такая, извините, это детский сад, вы зашли не туда. Не туда, да. Не туда. И было очень весело, но на самом деле в моменте я извинилась и все-таки успела на пару. Ну, пациенты тебя дождались, да, да. Это самое главное. Я встретила, да, все, большой, слава богу, но в моменте было очень весело. Больше дорогу не путала, не терялась. Нет, нет, да. Это круто. Спасибо нам за твою историю, за твой опыт. Я желаю тебе всего самого лучшего, успехов в дальнейшей карьере. Я хочу, чтобы у тебя сложилось все так, как ты мечтаешь и как ты хочешь. Спасибо большое. Дорогие зрители, если вам понравилось наше сегодняшнее шоу, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш аккаунт. С вами сегодня была я, меня зовут Лидия Кирова и у нас в гостях были замечательные девушки. Это Наталья и Яна Кайряк, ее группа поддержки. Да. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам сегодня. Мне было очень приятно с вами пообщаться. И вам большое спасибо за то, что пригласили. Очень интересный опыт на самом деле. И мы очень рады, что побывали здесь. Ну а мы с вами не прощаемся, а встречаемся через две недели. Пока-пока.